«Сокол» прилетел за Полярный круг. На Ринмарс концертной и образовательной программой посетили потомственные педагоги, музыканты и фольклористы, лидеры казачьего молодежного движения «Россия» и создатели семейного ансамбля «Сокол» Степана и Валентина Нестеровы. Послушать старинные песни и прикоснуться к казачьей культуре удалось и нашей съемочной группе. Руководители казачьего молодежного ансамбля «Сокол» Валентина и Степан Нестеровы разучивают с участниками мастер-класса старинную казачью песню. Поделиться бесценным опытом профессионалы приехали из Москвы. Ансамбль исполняет песни, былины, духовные, стихи казаков Урала, Оренбурга, Дона, Кубани и Терека. Ролики с песнями ансамбля быстро набирают популярность и собирают тысячи просмотров, сотни репостов и десятки положительных отзывов. За плечами у семейной пары тысячи выступлений на разных культурных площадках России. Например, в 2013 году Степан сыграл на балалайке и спел для президента России. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Степан Нестеров. Какой красивый одет очень. Благодарю. Я являюсь лауреатом президентской премии по поддержке талантливой молодежи в области казачьей культуры. А вы играете на этом инструменте? Да. Можете нам сыграть? Конечно. Проходите сюда. Проходите. Девочки, может, у меня спляшет кто-нибудь? Что сидите-то? Кстати, Степан и Валентина Нестерова – потомственные педагоги. Любовь к казачьей песне они унаследовали от своих родителей. В 80-е годы прошлого века было широко распространено фольклорное движение. Ездили по деревням, селам, станицам. Записывали. Вот как раз наши родители этим занимались и познакомились на одном из фестивалей. Мои родители, мама Валентина, тоже фольклористы. И так получилось, что родились мы уже в этой среде. Наши родители очень много привезли. И даже того, чего привезли они, мы будем петь еще долго. Потому что на данный момент даже просто в архивах хранятся огромное количество этнографий, которые никем не расшифрованы. Богатое песенное наследство, родители, талант и трудолюбие помогли творческой паре стать лидерами казачьего молодежного движения России. Ведь они не только исполняют традиционные песни, но и живут по казачьим традициям, а также передают накопленные знания всем любителям казачьей культуры. И, как оказалось, в нашем округе их тоже немало. Одна из них – музыкальный руководитель детского сада из Наринмара Ольга Князева. Во-первых, это для души. Ну и очень интересные упражнения, которые пригодятся, может быть, мне даже в работе. Поразили, да. Да, мы скучаем, наверное, по такому пению. Потому что раньше слышали, когда были маленькие от наших взрослых. А сейчас, к сожалению, редкое пение. Почаще бы приглашали таких артистов. Артистов-профессионалов в Северную столицу пригласил этнокультурный центр. И впервые «Сокол» прилетел в Заполярный круг. Причем не только с багажом знаний, но и концертной программой. Накануне ребята выступили на главной сцене Дворца культуры Арктика вместе с коллегами, поющей семейной парой, Порфирием Осипенко и Татьяной Елисеевой. В рамках мероприятия «Теплый вечер. Родные люди», посвященные 15-летию клуба земляков Нинецкого округа. Не для меня, святого царя, Дали не ручья, Родная святая, Кстати, семья Нестеровых – любимые гости не только образовательных площадок, но и съемочных. Например, в 2015 году Степан с ансамблем «Казачий круг» под руководством Владимира Скунцева консультировал актеров на съемках многосерийного фильма Сергея Урсуляка «Тихий дон». Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова